Работ такого масштаба лечебный корпус Щелковской областной больницы на Краснознаменской не видел с момента постройки. Площадь здания 4000 квадратных метров. Ремонт ведется на первом, втором и четвертом этажах. Третьи, как и кровли, не так давно были отремонтированы. Работы предусматривают полное переоборудование помещений под новые стандарты оказания медпомощи. И всего за один год. В рамках государственной программы Московской области здравоохранения Подмосковья у нас начался плановый капитальный ремонт лечебного корпуса. В этом корпусе запланирован ремонт фасадов, внутренней отделочной работы, замена всех инженерных коммуникаций, замена лифтов. Государственный контракт на 68 миллионов рублей в июле этого года подписали дирекции единого заказчика областного Минздрава и общество с ограниченной ответственностью стройхолдинг. Работы поделены на два этапа. Первый предусматривает выполнение ремонта четырехэтажного корпуса к концу декабря этого года. Сегодня в здании завершается перепланировка помещений. Полным ходом ведется отделка. Это ремонтационный зал. Здесь работы выполнены по демонтажу практически уже полностью. Отопление смонтировано на 80%, то есть здесь уже тепло. Здесь будет полностью заменено оборудование. Будет подготовлена и проведена новая система газоснабжения медицинского. В корпусе появится отдельный инфекционный бокс. На время ремонта медперсонал и больных распределили по другим отделениям. После капитального ремонта во многих палатах появятся санитарные узлы. Раньше их здесь не было и больным приходилось выходить для этого в коридор. Теперь этого делать будет не нужно. А вообще палатах поменяет все. Начиная от освещения, заканчивая отделкой, вентиляцией. Даже окна заменили. Субподрядчик заверяет, класс энергоэффективности лечебного корпуса на порядок повысится. Тепло, подводимое по новой системе отопления, будет меньше рассеиваться в атмосферу благодаря многослойному вентилируемому фасаду. Площадь отделки ни много ни мало 4000 квадратных метров. Для установки защитных панелей здание опоясали строительными лесами. Вентфасад утеплен минеральной ватой 100 мм, потом ветровлагозащитной пленкой. Для того, чтобы фасад, утеплитель не промокал, также установили каркас и облицевали керамической плиткой. Сколько от этого будет теплее в здании? Теплоизоляция, энергоэффективность, естественно, сразу же повысится. Опыт производства работы у компании большой. Этими же специалистами выполнен ремонт фасадов Чкаловского дворца культуры, больничных корпусов на Парковой. На днях был смонтирован металлический пандус, обеспечивающий доступ маломобильных групп населения в приемное отделение корпуса на Краснознаменской. На втором, заключительном этапе, запланированном на будущий год, подрядчик отремонтирует пищеблок и кардиологическое отделение. Последнее располагалось в двухэтажной секции, построенной в начале прошлого века. Сейчас в этом здании ведутся работы по подготовке помещений под установку компьютерного томографа. Кровлю заменят и на пищеблоке, и на двухэтажном корпусе, потому что там уже много протечек. Отдельным контрактом оговорено проведение строительного контроля. Параллельно организован контроль со стороны служб областной больницы и врачей. Все заинтересованы в том, чтобы долгожданный капремонт завершился в полном объеме и в срок. Михаил Налетов, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.